будем делать мы значит передний бампер так как он уже давно просится в ремонт возможно его уже делали да невозможно сто процентов но он желает лучшего поэтому мы его будем красить делать полностью далее будем устранять сколы на капоте то бишь тоже будем красить капот дальше у нас вот такой нюанс вот есть крылом вот есть неровности какие-то мы их все уберем разберем это все дело отрыхтуем и нужно покрасить вот это крыло возможно переходом где-то ну посмотрим значит дальше у нас идет вот такое вот дело как ржавчина расчистим посмотрим в общем красится заднее крыло вот эта часть сапожок тоже что-то здесь непонятно вот эту вещь мы снимем заднее крыло будем красить и вот предыдущие маляра цвет был чуть чуть темнее и переход жестко видно переход во первых сделан он ниже поэтому его видно это раз во вторых краска была немножко темнее и сейчас она бросается в глаза ну прям жестко также такая же ситуация и на этом крыле вот вот видно тоже будем его красить красить будем чисто из-за того чтобы убрать вот это все дело заодно пересмотрим арки если уже красим крыло посмотрим марки задний бампер мы снимем вот здесь снизу все расчистим и мы не будем делать переходы на том и на этом крыле мы лачком зала чем всю эту стоечку чтобы не было переходов вот такой собственно говоря фронт работы а сейчас разбираем все это дело готовим и красим что собственно вы увидите в этом ролике что Продолжение следует... 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 вышкуривать и раньше я знаю некоторые так сбили слегонца сверху и протягивают шпаклевочкой усадочка она свое покажет потом и будет кака лучше его сейчас вышкурить и сделать по нормальному раз положить твердый лак ну по крайней мере я думаю аппешный по крайней мере какой нибудь более менее чтобы он еще походил ну что будем дальше шкурить а вот вам последствия скола который пробил цинк уже настолько был сильный что теперь там уже ржавчина появилась а теперь нужно все это вышкуривать основательно конкретно чтобы оно дальше там не прогрессировало вот вам и сколы видите к чему они приводят ну вот под конец дня уже подгрунтовали некоторые детали крылышко и заднее крылышко подгрунтовались максимально туда грунта грунта тоже уже меньше работы ну а дальше подальше еще капот вот тарочка и бампер будем делать тоже печальный да чуть-чуть не таки горшки или пыла? Плачек. 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 800-й наждачкой с водичкой. Всё это дело. И красим. Вот проявочная пудра. И теперь уже будет видно, что будем замывать. Вот так вот. И бамперочек, да? Ну, вылепились, правильно? Из того, что было. Слепили из того, что было, короче. Не, мы ещё своего немного налепили, да? Чуть-чуть. База лежит. Сейчас полтора слоя лака. И всё. Вот это крылышко. Заднее. Здесь мы перекрыли переход. Был очень-очень уставший. Вот это крыло. Рихтованное. Тоже нормально всё. Перекрыли. Ну, и, собственно говоря, это крылышко. Тоже поддули. Сейчас колотим лак и вскрываем лачком. И, кстати, мост, крылышко. Вот это... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 перехода уже хорошо ну а тут уже что-то подкрашивали что она чуть-чуть в темноте немножко вот скрыт крыло поддували здесь капотик капотик горит бампера чек отлично вроде получилось нормально а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok